Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня доктор биологических наук, ученый Сергей Савельев. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230 6191. Сегодня многие ученые бьют тревогу из-за популярности лженауки в обществе. И вот антрополог Станислав Дробышевский, который был также гостем нашей программы, он говорил, что популярность лженауки можно объяснить тем, что мракобесие, как он сказал, интереснее. Как вы считаете, чем популярность лженауки, если вы так считаете, что она действительно популярна в современном мире, чем она может быть обусловлена? Ну, она обусловлена доступностью. Самое главное в лженауке – это то, что она легко доходит до ушей всех слушателей и читателей. То есть она такая простая и понятная, почти как религия. И поэто и делает её привлекательной. И дело в том, что большинство людей не обладает достаточным количеством знаний, чтобы оценить лженаук или не лженаука. И они видят просто в масс-медиа, напечатанные большими заглавными буквами, какие-то потрясающие новости. Ну, типа холодного термоядерного синтеза. Или о том, что у всех была одна праматерь 100 тысяч лет назад, и, мол, где генетики это всё показали. Ну, и о людях-то неквалифицированные, они начинают верить. А популяризаторы науки, как раз типа Дробышевского, начинают это активно пересказывать всем направо и налево. А оценить качество исследований они не могут. Почему? Потому что сами-то профессионально не занимаются этим. Есть преподаватели, которые увлечены этими занятиями, которые читают чужие работы и пересказывают студентам. Это хорошо, но они не имеют личного опыта научной работы. И поэтому отличить правду от лжи, то есть лженауку от реальной науки, они не могут. Поэтому вынуждены верить, так сказать, на слово. Особенно осуждать их за это нельзя. Это просто люди такой же низкой квалификации, как обычные обыватели, которые, к сожалению, вынуждены просто пересказывать то, что услышали. Отсюда и, с одной стороны, адаптивность знания. То есть знания получены, а его подгоняют под потребы, так сказать, массового населения. Опускают до уровня их интересов. Зачастую просто фальсифицируют. Я многократно сталкивался с тем, что говорят одно, а ты погружаешься в саму работу, читаешь её оригинал и выясняешь, что авторы об этом там вообще ничего не говорили. Но популяризаторы науки, о которых я уже упоминал, они создают псевдо-шоу вокруг этого, привлекая не столько внимание к науке, сколько к себе любимым. Ну и чем и торгуют. Вот отсюда проблема. Есть второй аспект этой проблемы, когда люди, которые получают гранты, и в первую очередь это западные исследователи, исследователи, которые вынуждены это делать, они сидят на грантах двух-трёхлетних, которым надо финансово отчитываться, то есть нести финансовую ответственность. И чтобы продлить грант или получить деньги, они вынуждены всякую ерунду выдавать за всемирные откровения. Что в результате, по сути дела, опускает науку ниже Плинтуса, но зато позволяет им отчитаться, получить следующий грант и так далее. Это особенность грантовой системы, которая в мире процветает. Ну и по сути дела, там у нас 60-70% всех исследований являются не столько исследованиями, сколько подгонкой отчёта для того, чтобы оправдать затраченные средства. А по-другому и не получится. За три года даже кандидатскую диссертацию серьёзную сделать практически невозможно, если делать её честно. Считаете ли вы Дробышевского популяризатором лженауки в таком случае? Конечно, потому что он не специалист ни в одной области, которой занимается. Это кроме измерений, антропологических измерений. Вот он написал книжку про мозг, никогда в жизни не занимаясь этой проблемой. Написал книгу, вдумайтесь, монографию. О эволюции мозга. Значит, будучи человеком, так сказать, дилетантом в этой области, он... Но он антрополог. Что? Он антрополог. Антрополог — это не невролог. Многие антропологи, если вы поднимете его диссертацию, то увидите, что он занимался антропометрией, то есть измерением рулеткой и метром тел студентов, что и составляло предмет его диссертации. В этой области он наверняка хороший специалист и прекрасный знаток измерений студентов. Тут никто не спорит. Соматология — серьёзная наука, и наверняка он в апреле не преуспел. Но он занялся мозгом и написал монографию. И вся его агрессия, как и его друзей математиков, которые тоже большие антропологи, как вы понимаете, связана с тем, что в своей монографии я как порядочный человек был вынужден упомянуть это его бездарное сочинение и, соответственно, охарактеризовать его как дилетантское и соответствующим образом оценить. Но в ответ на это обиженные мальчики, естественно, как вы понимаете, начинают пускать пудырики и возмущаться, разыскивая в моих работах ошибки, которые они как бы там невероятными усилиями выявляют. Поэтому, собственно говоря, Дорбышевский полез в ту область, в которой он не специалист. А когда его поймали за хоботок, показали, что он в этой области ничего не понимает, является дилетантом, он обиделся и стал пакостничать. Вот и все. Вот вы являетесь двукратным финалистом антипремии почетный академик Врал, присуждаемый за выдающийся вклад в развитие распространения лженауки и псевдонауки. Обижает ли вас эта награда? Нет, не обижает, потому что возглавляют все это два брата-акробата математики по образованию господа Соколовы из Санкт-Петербурга. Они закончили институты по специальности прикладная математика. Но когда прикладной математик начинает выдавать премии по антропологии, это прекрасно. Это добавило только пиар, поскольку они в большой дружбе с господином Рыбышевским, в том числе они, кстати говоря, активно поддерживали известного питерского расчленителя господина Олега Соколова, выступая в интернете по его поводу. Они, значит, соответственно себя и ведут. Они пытаются зарабатывать деньги на пиаре. И поскольку я как бы являюсь основой их пиара, потому что кто бы их знал, если бы они меня не начали критиковать, и кто бы обращался на их сайте, кому бы они продавали рекламу. То есть исключительно из бизнес-проекта. Обиды в том числе от Соколовых, братьев, связаны с тем, что они, когда организовывали свой сайт, обратились ко мне и к многим другим ученым, профессиональным. Сами они никакими учеными не являются. Они не специалисты ни в чем. Прикладная математика, еще раз говорю, их область знаний. Они решили зарабатывать на неосвоенной ветве интернета, а именно на антропологии. Нашли себе, значит, помощника, обиженного имеется в виду, господин Требышевский. И, соответственно, начали искать, как бы раскрутиться. Они обращались ко мне, к моим издателям, и попросили бесплатно предоставить им мои книги, которые бы они, естественно, уже за деньги распространяли. Как вы понимаете, когда мальчикам отказали в таком откровенном безобразии, они ужасно обиделись. Таким образом, возникла веселая компания обиженных, которые пытаются, пытались сначала на откровенных оскорблениях создать некое ренамое, как это водится сейчас среди малограмотной молодежи, а потом придумали вот эту премию, спородировав ее с Шнобелевской премией. То есть, ну, поскольку специалистов-то у них нет, Шнобелевскую-то премию выдают и присуждают профессионалы в той как раз области, в которой эта премия назначается. А у них-то таких профессионалов нет, там есть пара девочек, у которых зрительные центры в Миндале не находятся, я даже это обсуждать не хочу. И такие специалисты по измерению длины конечностей, как Дробышевский. Вот на основании этого они присуждают премию. То есть, о суде кто? Можно копнуть поглубже и посмотреть, кто это поддерживает. И это станет совершенно очевидно, что группа не специалистов сводит свои личные счеты, поскольку им не дали заработать. Знаете, такая есть пословица? Плачет кошка в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски не дают украсть сосиски. Вот эти страдания антропогенеза, они, собственно говоря, как-то мой сводится. Поэтому нормальный бизнес. Но я им очень благодарен. Они хорошие ребята. Потому что благодаря их заботам, вот этой вот пиар-компании, которую они раздули вместе с этой глупостью по лженауке, которую надо выдать бы им и их начальству в Академии. Там есть люди, которые этим специально занимаются. Они подняли тиражи книг в моем издательстве в несколько раз. Я им очень благодарен, потому что в результате, так сказать, мне можно покупать коньяк лучших сортов и, соответственно, курить сигары. А эти молодцы пусть работают дальше. Бесплатная и отрицательная пиар-компания, она всегда, как известно, работает лучше, чем положительная. Так что флаг им в руки. Но тем не менее, ведь все-таки по вашей репутации, по вашему имиджу, это тоже бьет, потому что даже в Википедии есть целый раздел, критика и спорные отзывы о ваших работах. Соответственно, вас уже начинают... Википедию кто пишет? Википедия, безусловно, не самый авторитетный источник. Я его... Кто пишет в Википедии? Редакторы, которые могут быть из разных областей. Эту Википедию составляют те же зарегистрированные пользователи, о которых мы только что обсуждали. Да, я понимаю, о чем идет речь. Я имею в виду, что это источник. Википедия сами, собственно говоря, для того, чтобы сводить со мной. Значит, замечательно. Чем больше они пишут в Википедии про меня отрицательного, тем лучше продаются мои книжки. Уже переводятся. Ну вот про девочек вы сказали, сказав, что не хотите об этом говорить, которые работают также вместе с Дробышевским в том числе и занимаются этим. Вот в интервью с коммерсантом вы говорите, я процитирую вас, не надо женщин заставлять заниматься математикой. Они к ней в принципе не способны. Ну, мы можем привести, конечно, вам в пример Эмилеву Марича, и это не единственный пример таких великих женщин. София Ковалевка, в конце концов. Да, выдающихся ученых математиков. Класс, вот такой способный, скажите, пожалуйста, хоть одно математическое достижение Ковалевской быстро на вскидку. Гимнастика ума, она сказала. Потому что математика это гимнастика ума. В области математики покажите свои способности и знания предмета. Ну, я не математик, я журналист. Вы только что привели пример, дающего сюжет. Хорошо. Вы считаете, что София Ковалевская и Елена Марыч они недостойны того, чтобы называться математикой. Например, Хэдди Ломар. Вы передергиваете, потому что вы не ответили на мой вопрос. То есть вы не знаете, что сделала Ковалевская, хотя объявляете ее великим математикам. Я знаю, что Хэдди Ломар разработала уникальную систему шифрования, благодаря которой у нас есть в том числе и Bluetooth, и Wi-Fi. Если вы не перестанете смотреть свою эту штуку, то я начну разговаривать с вашим iPad или iPhone. Я не смотрю в эту штуку, я смотрю в камеру. Ну да, да. Я вижу, что вы делаете. Так что вы думаете по этому поводу? Или у вас искусственный... Вы, как ученые, можете нам прокомментировать, на чем основаны ваши выводы? Мы сейчас можем обмениваться упреками о том, кто что знает про Софью Ковалевскую или не знает про Софью Ковалевскую. Вы, как ученые, которые изучают... Мы просто грубо попались в этой системе. Мы не попадаемся и не попадались. Насчет Ковалевского. Мы хотим понять. Подождите, вы спросили имена, вам привели имена. Вы в этой передаче не можете даже ничего назвать, о чем речь. Значит, это раз. Во-вторых, вы меня простите, математиков, женщин, очень мало. Я всегда и везде пишу о том, что женщины обладают таким же мозгом, как мужской. Но изменчивость и социальная адаптация совершенно иная. Вот и все. А вы меня обвиняете в том, что математики, женщины к математикам не способны. Назвать кроме двух никого не смогли. Подождите, вас вообще никто ни в чем не обвинял. Сколько там женщин? Вас никто ни в чем не обвинял. Вы спросили фамилию, вам назвали фамилию. Вы можете, безусловно, попытаться где-то что-то поймать. Мы не математики, не физики. Вы спросили имена, вам назвали имена. Я поймал, второй раз не нужен. А всем и так ест. Но все-таки, что касается женского и мужского мозга, есть ли отличия, на ваш взгляд? Вот другое дело. Разговор по делу Если бы вы не перебивали меня. Ну вот я хочу услышать ответ. Потому что говорят о том, что вы ставите свой постулат как раз на том, что все зависит от среднего среднего веса. Средний вес, это если говорить о моих критиках. Вот там с весом действительно проблемы, судя по всему. Ну вот. А я во всех своих книжках чувствую, что ни вы, ни мои критики книжек моих не читали вообще никогда. Значит, дело в том, что я все время об этом говорю и тысячу раз повторил, и еще раз тысячу раз повторю. Масса мозга никакого значения не имеет. Эту точку зрения отстаивают полуграмотные антропологи, которые пользуются источниками девятнадцатого века. В моих книжках ни разу ни одной фразы на эту тему не было. Это раз. Второе. Масса мозга не имеет никакого значения для человеческих способностей. Если бы вы открыли хотя бы одну книжку, вы бы увидели, что даже в списке гениальных, одаренных людей, которые я привожу, там есть масса людей, в том числе и с маленьким мозгом. Какие? Ну, например, дорогой Эльберт Эйнштейн, дорогой Кони, дорогой Анатоль Франц, у них мозг чуть выше килограмма. Но в то же время у нас, в другой стране, есть и Байрон, и Тургенев, и Кромвель, с огромными мозгами около двух килограмм, или даже выше. Но мировая статистика людей со справкой о том, что они гений, то есть спустя много лет, доказанная гениальность, показывает, что у человека с большим мозгом вероятность оказаться с гениальными способностями в три раза выше, то есть соотношение три к одному. Это не я, это не мое утверждение, это просто статистика. То есть гений может быть и с маленьким мозгом, и с женским мозгом, и с женщин, сколько угодно. Все зависит от комбинации структур, которые определяют способности человека. Больше разницы никакой нет. А если какие-то убогие арифметики пишут о том, что я утверждаю, что разница человека идет по массе мозга, ну, я сочувствую. Ребята находятся в 19 веке, несмотря на весь интернет. Вы сказали, что женщины также могут быть гениями. Получается, что ваше высказывание о том, что женщины к математике не приспособлены, оно идет вразрез с тем, что вы говорите сейчас, или же нет? Этому противоречит мировая статистика. Женщин математиков очень мало. Вам еще что-то добавить? Здесь ведь можно как раз найти этому объяснение в том смысле, что женщины определенную часть времени были ограничены в правах, у них не было таких возможностей, как у мужчины. Соответственно, они не развивались в этом смысле так, как развивались мужчины. Я не слышал вас. Что, простите? Коммунизм, когда начался? Когда женское равенство, так сказать, вышло на поверхность. За последние 50 лет, надеюсь, после Второй мировой войны, даже 75, вроде бы ситуация изменилась. Ситуация изменилась, мы видим, что ситуация меняется, женщин-лидеров становится больше, женщин-ученых становится больше. Женщины математики. Вы опять передергиваете. Где женщины математики, появившиеся после Второй мировой войны, когда женщины с мужчинами уравнялись в правах, где женщины математики, причем в политике? Не перекладывайте с больной головы на здоровый. Математиков вы привести толком не можете. Традиции, которые, в общем, когда мужчины развивались в этом столетии, соответственно, не так просто это догнать, согласитесь. Нет. Сейчас сделаем перерыв, потом вернемся и продолжим наш разговор. Давайте с нами. Продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня Сергей Савельев, доктор биологических наук, ученый. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Для тех, кто к нам присоединился. Да, мы напомним, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете нам писать в WhatsApp 230-6191 и задавать вопросы. А поскольку у нас не так много времени, как возможно хотелось бы, приведу еще одну вашу цитату в интервью русскому репортеру. Вы называете гомосексуализм болезнью. Но известно, что Всемирная организация здравоохранения не считает гомосексуализм болезнью и вычеркнула ее из перечня заболеваний. Это точка зрения Всемирной организации здравоохранения. Пожалуйста. Считается, что расстройством может быть только непринятие как раз своей сексуальности. Это может быть расстройством психологическим. На чем основывается ваш... На чем вы основываете... В чем ваш аргумент болезни гомосексуализма? Гомосексуализма как болезни, вернее. Так будет корректнее. Детей не бывает. В чем? Что, простите, мы не расслышали вас. Детей не бывает. от этого занятия почему-то. И это является критерием патологии? Ну, это критерий биологичности человеческого существования. Если у нас воспроизводство остановится, то будет плохо. То, что не характерно для биологии человеческой, не является нормой. Степень патологии можно определять, отклонение это или что. Но если биологическое занятие человека не приводит к биологическому результату, это довольно странно. Это то же самое, что если вы будете на завтрак, обед и ужин готовить, есть хорошо приготовленную, обжаренную, тщательно, так сказать, украшенную туалетную бумагу. То есть, процесс-то будет, и кишечник, и желудок будет наполнен, только толку не будет. Вы умрете все равно от голода. Вот примерно такое же значение имеет это занятие. Вот и все. Это моя частная точка зрения, с ней можно не соглашаться сколько угодно, но от этого она у меня не изменится, потому что я рассматриваю человека как биологический организм, а не как высокодуховный и высокоморальный субъект, к которому можно делать все, что в голову придет. Вот извините. Да, просто хочется понять, есть критерии, наверное, того, что является патологией, это страдание. Я не говорю, что это патология, я говорю, что это отклонение. Болезнь. болезнь, если это детей не производит, а должны бы, по идее, то, конечно. Да, это моя биологическая точка зрения, она очень, наверное, неправильная в гуманистической Европе, но от этого она не изменится. Но есть те люди, которые живут в принятии своей сексуальной ориентации, например, что, на ваш взгляд, они должны делать, то есть, как они должны функционировать в социуме? Да пусть живут, как живут, кто же им мешает. Я не понимаю вашего вопроса, кто мешает этим людям жить, так как они живут. От болезни, видимо, должно быть лечение, если вы считаете это болезнью, значит, должно быть лечение, по вашему мнению. Вы знаете, во-первых, такие штучки не лечатся, как господина Ежова, например, как известного, страдавшего пидорастией. Лечили, но не долечили, пришлось расстрелять. Ну что же сделать? Такова судьба. Я же не говорю, что надо принудительно лечить. Пусть живут как угодно. Я против того, чтобы это насаждалось, поскольку существует статистика, которую вы любите, судя по женщинам и математикам, которая говорит о том, что в тех странах, в которых запрещена пропаганда на всех уровнях гомосексуальных отношений всех видов, это составляет 1-1,5%. В тех странах, в которых разрешена пропаганда этого, делаются парады соответствующие, это гомосексуализм достигает 10-12%. В 10 раз. Вот я против активной пропаганды, этой формы деятельности, потому что неокрепшие умы, особенно детские, они легко поддаются этому. Если вы считаете, что это неправильно, ради бога, можете у себя там разводить и дальше все это. Так, может, речь идет о том, что просто в странах, где гомосексуализм не запрещен, или, по крайней мере, не преследуется и не осуждается, люди просто этого не скрывают, а в странах, где он осуждается и за это преследуется, люди просто не говорят, а процент по большому счету не меняется. Я не занимаюсь слагательными вещами, я использую все официальные статистики. Звонки у нас по двум линиям. Да, много звонков слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Вот тут про аргументы по поводу вот этой сатами и всех этих пидорасов, да? Не ругайтесь, пожалуйста. Используйте более корректный термин. Вы в прямом эфире, нас дети слушают. Аргумент один. То, что вот надо посмотреть просто вот как вот вашему гостю программы, как вам аргумент, что надо смотреть на вещи по их функциям. А у анального отверстия бывают функции шлака из организма, а не туда пилиться. Да, спасибо. Да, вы продемонстрируете, конечно, знания, анатомия. Звоните, он говорит о целях органов, но это отчасти он прав, конечно. Звонки у нас продолжают поступать. Я еще раз напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, и вот еще радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Я полностью согласен с вашим оппонентом. И окружение, я работаю, тоже считаю, что это проявление какой-то отклоненности. Не болезнь, а просто какая-то отклоненность у людей, если они очень отключены. А где вы работаете? Я согласен. Где ваше окружение? И я в сфере строительства работаю. Да, спасибо вам. Ну вот два комментария. Будете комментировать? Ответьте что-то нашим слушателям. Это нормальная человеческая реакция, биологическая. Но вполне понятно, что если бы вам сейчас позвонил какой-нибудь хороший парень из высокого медиа или из какого-нибудь центра по разработке мужской одежды, наверное, ответы были бы другие. Потому что, как известно, так сказать, похожести они собираются в определенных местах. Но это нормальная реакция, что-то комментировать-то. Нормальная реакция. Никто не мешает людям заниматься тем, чем они увлекаются. Там, садами и чем угодно. Вопрос другой. Вы это не демонстрируете для того, чтобы не расслевать подрастающее поколение. Больше ничего от них никто не требует. Не надо запрещать, не надо принудительно лечить, не надо сажать, не надо трогать этих людей. Но когда они начинают, так сказать, разводить официальную, практически официальную пропаганду своего образа жизни, которой для большинства не является нормальным, мне кажется, это не очень хорошо. И это не должно поощряться. Вот и вся точка зрения. Я не понимаю, чеки-то есть проблемы вы ищете. Тут проблем никакой нет. Звонок еще у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. На прошлой неделе наши ведущие договорились до того, что если преступник рождается в нормальной семье, то значит, нормальная семья это патология, что должны быть гомофрук, эти педагогические... Что? Вы о чем сейчас говорите? Так вот, это вы говорили на прошлой неделе. Про преступник? Мне кажется, вы что-то спутали, наверное. Кто принимает решение и кто оценивает ситуацию, принимает решение. То есть, мозг, психико-дервная система. Кто главный? Где он находится? Можете сказать? Да. А спасибо вам за вопрос. Почему человек становится гомосексуалистом? Есть этому биологическое объяснение? Объяснение какое-то, да. Какое-то есть биологическое объяснение, хотя они неоднозначны, поскольку таких исследований мало ведется. Но, собственно говоря, в животном мире такая вещь, как человеческие гомосексуальные отношения неизвестная. Больше всего, как известно, эта группа населения любит рассказывать про обезьянок Бануба. У них действительно способ снятия такого социального напряжения состоит в том, что там все самочки с самочками, самцы с самцами, все в живописном беспорядке, это такие маленькие шимпанзе, они, значит, спариваются. Ну, за тем исключением, когда созревают молодые самки, там серьезные самцы начинают от них всех отгонять для того, чтобы, значит, получить право первой ночи. И вот на эту группу мелких шимпанзе Бануба обычно ссылаются люди с сексуальными отклонениями, говоря, что вот наши предки, видите, какие далекие родственники, но, тем не менее, балуются тем же самым. Вообще, в животном мире эта ситуация несколько иначе. Там очень много развито всяких явлений типа инверсии пула. Ну, например, рыбки живут в спокойной среде, там несколько самочек, один самец, тропические рыбки. Ну, вот, когда самца неожиданно кто-нибудь съел, какой-нибудь из самок, происходит у нее инверсия пола, она становится самцом и покрывает всех остальных. Есть еще более экзотический вариант, когда рыбки двигаются по вертикали, повыше температура, это самка, пониже самец. Захотел, побыл самцом, но это должно быть, чтобы половые органы и того, и другого животного были одновременно. Селедки, которые, кстати, вы так любите, я думаю. Ну, вот, они же молодые селедочки, пока это маленькая такая селедочка, тоненькая, стройная, невкусная. В этот момент это самец. А когда становится самец жирным, толстым, таким ужасным, он превращается в самку. То есть, побывав немножко самцов и поплодотворяв самочек, он потом сам превращается в самку. В животном мире и половой деморфизм, и инверсия пола вещь достаточно тривиальная. Да и в человеческой, вы посмотрите, у нас же есть многоженство, это во многих странах считается нормальным. Кое-где было долгое время многомужество, то есть, это тоже нормально. Но, все-таки, все эти события, они заточены на том, чтобы производить себе подобных, то есть, переносить геномы в следующее поколение. А вот, когда этого не происходит, это как бы нормой считать можно довольно условно. Ну, вот, а так, конечно, причин очень много есть и внутриутробные во время развития. Там у нас есть особенности созревания многих структур мозга, которые нуждаются в сенсорном притоке. То есть, ну, я приведу такой пример, это тоже гипотетическое предположение, которое, так сказать, основано, конечно, на материальных свидетельствах, но, тем не менее, это предположение о том, что, например, у нас есть орган полового обоняния в носу, в умероназальный орган. И он работает у плодов. Ну, так он работает. Конечно, ничего мы там не воспринимаем особенно, но формирование лимбической системы, а это эмоционально-гормональные центры нашего мозга, которые определяют эмоциональное поведение, в том числе половое, они настраиваются под воздействием это дифференцирующаяся структура. Это орган специфического полового обоняния, у буков он там 5 сантиметров. Ну вот, у человека это тоже штука есть, во взрослом состоянии найдено у большинства людей, это маленький такой орган полового обоняния, запахи напрямую не воспринимаем, но поведение меняем. Так вот, когда он нормально, более-менее функционирует в эмбриогенезе, это вполне возможно, что он считывает обонятельную через водную среду сигналы, связанные с половыми гормонами, в зависимости от того, какие половые гормоны попадают, может и меняться место, то есть, скажем так, событие развития мозга, то есть, под тем или иным гормональным влиянием, действующим на этот орган, могут формироваться те или иные структуры, которые могут приводить в том числе и к изменению половой ориентации. Это очень ранние события, поскольку лимбическая система закладывается очень рано, раньше формирования коры, намного, и у детей дифференцируется раньше, уже после рождения. Поэтому, как бы, основания есть. Среда, конечно, очень сильно сказывается, но эти исследования очень плохо ведутся, именно из-за того, что, так сказать, объективизация этого дела, с одной стороны, те, кто страдает такими интересами, она препятствуется всячески, а люди, которые в том числе препятствуются и финансированию таких работ, а те, кто мог бы это сделать, они, значит, боятся рисковать, участвовать в таких исследованиях. Вот и все. Поэтому все топчется на месте, и все попытки с помощью компьютерной томографии доказать наличие какого-то ядра у людей, склонных к таким отклонениям, конечно, являются полной ерундой. Я эти работы знаю, и сделаны они не очень корректно. Так что, механизмов, к сожалению, возникновения таких отклонений нам сегодня достоверно неизвестно. То есть, врать тут нечего. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот здесь выступал на Болткове такой великий математик Андрей Коняев, может, вы знаете. Вот, и он говорит, что в советское время кандидаты технических наук это были чуть ли не мошенники. А то, что в 90-е годы и далее, так сказать, диссертации просто-напросто покупались, это он молчит. Как вы думаете по этому вопросу? Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, как, что для этого существует такая вещь, как научное сообщество. А если вот вы уже упоминавшихся гражданина в этой передаче попробуете найти диссертацию, вы ее не найдете. А кто скрывает свои диссертации, научные публикации? Ну, нетрудно догадаться. Дело в том, что, к сожалению, да, это было и в советские времена. А вы посмотрите, кто проходит в Российскую Академию Наук. Там в основном дети, племянники, внучатые племянники, двоюродные, академиков. Ну, что там у некоторых там индекс Хирша единица, ну, максимум 10, но это в младшие научные сотрудники с таким не берут, там с 10 публикациями. И они проходят спокойно в Академию, то есть это элита отечественной науки российской. Это очень печальная картина. Именно она связана с тем, что у нас наука развивается по родственно-семейному, ну, и отчасти вот этому грантовому принципу, который мало совместим с реальными научными исследованиями. Это большая печаль, и я от этого тоже очень расстраиваюсь, потому что в науке никогда не было много талантливых людей, в среднем один к десяти. Но вот коммерческие девяностые годы, да и сейчас, они, к сожалению, свели науку даже в таких странах, как Россия, в общем, на очень плохой уровень. Ну, представьте себе, вся отечественная наука финансируется примерно так, как какой-нибудь среднеамериканский университет. Ну, это куром на смех. Конечно, при таком финансировании, при таком отношении к ученым сделать что-нибудь серьезное почти невозможно. Только в тех областях, которые целевым образом финансируются. Церебральный сортинг. Вы написали об этом книгу, также это вызвало такой большой резонанс, и многие ваши коллеги, опять же, критикуют, критически относятся к этому. Зовите, пожалуйста, коллег. Ну, в том числе и Станислав Дробышевский. Дробышевский не специалист ни по мозгу, ни по тем областям, в которых я занимаюсь. Дальше. Так или иначе, прочитав об этом, я, как не специалист, а журналист, не специалист в области науки, но журналист, для меня это такая история из древней спарты, что младенцев, когда сбрасывали со скалы тех слабых. Ну, можно только пожалеть о том, что с ним так не вступили, поскольку, если бы он хотя бы читал ту книжку, он таких вещей не говорил. Я говорю о том, что церебральный сортинг, это не сортинг людей, это некий эволюционный процесс, по которому совершенствовался, в результате которого совершенствовался наш мозг, который стал к сегодняшнему дню таким, как он есть. Эта книжка посвящена эволюции механизмов отбора человека, а не тому, что кого-то будут сбрасывать. Ну, что ж, если он до такой степени докатился, что книжки, не читая, уже их комментируют, но я сочувствую Московскому государственному университету и капиталю антропологии. Там было бы то не очень. Но раз такие блестящие ученые, тут уж, как говорится, каков поп, такой и приход, видимо. То есть, технология выявления. Он говорит, это ни ко мне никакого отношения не имеет. Это его личные, видимо, соображения на этот счет. В книге об этом ничего нет. Насчет механизма все-таки церебрального сортинга. Что они из себя представляют? Что это за технология такая отсева, которую вы, ну, скажем так, популяризируете? А я никакую технологию отсева не популяризирую. Там есть книжки, об этом нет ничего. Вы можете объяснить в двух словах для нашей аудитории, что это означает? Какие у вас есть обоснования этому методу? Для чего он нужен? Что это за метод? Вы могли бы рассказать? Я о методе ничего не говорю. Книжка вообще не об этом. Господин Драбушевский, видимо, что-то покурил перед этим. Драбушевский сейчас вообще здесь ни при чем. Я упомянула его как одного из критиков, не более того. Что касается Григория Спарта, это моя аналогия. Вы как плавились на ученых. Некоторые ученые, я говорю, какие вы называете? Если это его заявление, ну, это значит... Вы не могли бы объяснить сейчас, потому что... Что из себя представляет этот сортинг? Мы можем обмениваться репликами, искать и пытаться друг друга ловить. Объясните в двух словах. Не можете задать вопрос, поэтому пытайтесь обмениваться репликами. Объясняю. Книжка посвящена совершенно другому. Книжка посвящена тому, каким образом в эволюции человечества наш мозг всего за 4,5 миллиона лет превратился из мозга размером с мозг современной обезьяны высшей, то есть там 350 грамм, когда наши предки впервые стали двуногими, то есть со времен австралопитеков, до настоящего времени. Почему он увеличился всего за 5 миллионов лет, объясняю, практически в 4 раза. это невероятная скорость увеличения мозга, должны быть какие-то механизмы. Вот я их там и рассматриваю. Ну, приведу один пример. Механизм такой, связанный с появлением лобных областей, о которых даже некоторые антропологи и математики слышали. Значит, лобные области, те самые, которыми мы как бы думаем, да, действительно, хотя не только не, они появились в результате чего? Для того, чтобы нам думать о математике или антропологии? Нет, они появились в результате того, что женщины наших далёких предков, ещё полуприматных, вынуждены были долго выхаживать потомство. То есть лобные области, это тормозные центры, которые, например, у женщин, страдающих анорексией, как раз и подавляют тягу к пище. То есть женщины такой степени пользуются лобными областями для выкармливания потомков, что в таких случаях, когда худеют, эти лобные области, они подавляют тягу к пище. Такой степени, что они умирают. Если их подрезать острым ножичком снизу, вот так, что делают сейчас в Мексике, то женщины начинают нормально есть. А в гуманитарной Европе их травят седативными веществами, откравляют на откладки. Сергей Александрович, к сожалению, у нас очень мало времени. Если вкратце, считаете ли вы этот метод безобидным? Целебральный сортинг? Целебральный сортинг. Считаете ли вы, что это такая безобидная история? Мне не сложно. Этому в моей книжке ни про это нет, ни слова. Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Никакого метода целебрального сортинга, который могло возникнуть... Хорошо, но технология, значит, в любом случае. Какая технология? Я вам объясняю, что я рассматриваю эволюцию, как это происходило в процессе появления человека 4,5 миллиона лет назад началось. А вы мне про методику. Вы прочитали бы книжку хотя бы? Вы задаете вопрос, не зная содержания. Это позорище и все. Единственное, потому что на таком уровне низкой подготовленности журналистов я встречаю первый раз. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам за это интервью. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Мы могли бы, наверное, еще поговорить с вами. Спасибо вам, что вы нашли время. Мы тоже могли бы с вами поговорить. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Это взаимная симпатия, которая у нас возникла. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok